Всем привет! Это канал Сергей и Леся. Мы приехали в Любинг к нашей солнечной Яне. И у Яны очень много новостей. Она постоянно учится, постоянно что-то новое узнает. И вот сегодня мы с вами поделимся новой интересной информацией. Как вообще купить авто в Польше? Какие вам документы нужны, чтобы его на себя зарегистрировать? И еще некоторые вопросы. Оставайтесь с нами. Поехали! Друзья, вы уже знаете Яну. Мы с ней уже не раз встречались. Это наша подруга. Она живет в Любине. И Яна недавно стала счастливой обладательницей сначала прав польских. Она сдала на права с первого раза, что здесь это удивительно и вообще супер. И вообще как ты это сделала, Яна? Я не знаю. Мне кажется, у тебя есть удача точно твоя. И еще Яна уже имеет автомобиль. Потому что нужно желательно, мне кажется. Если ты сдаешь на права, то сразу ездить, чтобы не забыть. Вот скажи, пожалуйста, это важно? Как оно быстро забывается? Правила? Как ты считаешь? Да, ребята, сразу. Мой вам совет, исходя из своего опыта личного, конечно же. Как только сдали на право язды, сразу садитесь за руль. Потому что забывается очень-очень быстро. И обязательно ездить. Ездить, ездить, езда. Правила дорожного движения. Это все усваивается подчас практики. Потому что очень быстро забывается, правда. И очередной сегодняшний опыт, с которым хотим с вами поделиться. Да. Ян, хочу тебя спросить. Украинцы вообще в Польше возможно купить автомобили? Что для этого нужно? Вот скажи. Потому что многие спрашивают. Да, ребята, я сегодня в польском Урженде зарегистрировала на себя машину. И мне тоже на мой канал очень много писали, как это сделать. Я не отвечала, потому что не знала еще. Сегодня уже могу вам полностью рассказать. Итак, самое главное. Может ли украинец купить в Польше машину? Да. Да. Но одно из обязательных условий – это карта по быту. Первое, что мне спросили, есть ли у тебя карта по быту. А по визе? Нет. Нет. Никакой визы. Нужна карта по быту. И еще был такой вопрос. Обязательно мельдунок иметь. То есть прописку? Да, прописку польскую. Нет, не обязательно оказалось. Абсолютно. Попросту ты свой адрес оставляешь, пишешь такое освещение в Урженде, что ты подтверждаешь, что ты там имеешь умову на это мешкание, например. И очень легко в этот же день тебе регистрируют, дают твои номера новые. Причем, ребята, это все настолько быстро, настолько вообще просто. За сколько ты это сделала? Ну, за полчаса. Это в одном окошке, да? Да, это все в одном окошке. Ты заходишь, заполняешь такой документ, свое имя, фамилию, ПЭСЛ. Обязательно иметь ПЭСЛ еще, вот, забыла. Обязательно ПЭСЛ. Указываешь ПЭСЛ и подписываешь такую бумагу, если у тебя нету мельдунка, подписываешь, что ты, да, на этом адресе настал уже, да, мешкаш. Да, друзья, я перебью тебя. ПЭСЛ не все знают, потому что мы когда говорим ПЭСЛ, нам тогда все пишут, что такое ПЭСЛ, что вы здесь материтесь. ПЭСЛ это как в Украине, например, идентификационный код. И если вы приезжаете в Польшу, особенно надолго, вам как бы желательно, обязательно, мне кажется, ПЭСЛ сделать, потому что он нужен везде. Идете вы в больницу, оформляете вы какие-то документы. ПЭСЛ это как ваш паспорт второй. И его обязательно сделать. И он делается тоже очень быстро, кстати, очень легко. Все боятся, но он делается на самом деле очень просто. Да, и он очень доступен. Раньше его было очень тяжело получить. Сейчас, да, приходишь тоже, получаешь очень быстро. Ну, видишь, потихоньку все-таки видят, что иностранцы больше приезжают. Да, а есть один лайфхак. Если вам отказали в ПЭСЛе, если вы пришли, вам просто отказали, то вы имеете право сказать, что я хочу открыть частного предпринимателя. И тогда они вообще вам не имеют права отказать и получить и ПЭСЛ сразу. Я хочу, есть такая устава, что можешь получить ПЭСЛ на основании частного предпринимательства. Ну, а чтобы открыть частное предпринимательство, нужен ПЭСЛ, ну, там, либо НИП. Но не отказывают, сразу получишь этот ПЭСЛ. Ян, еще смотри, возможно ли украинцу купить автомобиль не с Польши, а с Германии, например? Это возможно? И как? Нужно переоформлять? В чем там состоит процедура? Ну, смотрите, как раз у меня такой вариант. Мой автомобиль был куплен в Германии. Я ездила за ним в Германию. Конечно же, нужен такой человек, который может, понимает, коммуницирует с немцами. Есть такой человек, который помогал все от начала и до конца в куполе. Вот, и нужно, конечно же, нужно получить от продавца два документа. Бриф и Шайн. И идешь с этими как раз документами в Уженд. И вот их вписываешь. Бриф – это завода документ, который… Да, книжка. Ну, и Шайн – это как бы техпасс. Довод регистрации. То есть, ну, все возможно. Да, все возможно, да. И это очень просто. Там, в немцах, тоже ты покупаешь эту машину. Просто на основании обычного рукописного договора, да, от продавца и покупателя. Он продает, ты покупаешь. Все вписывается. Ну, в ренч на… вообще без проблем. Приезжаешь здесь, регистрируешь машинку. Яна, вот ты покупаешь автомобили. Сколько тебе время дано по закону, чтобы перерегистрировать на себя это авто? Ну, в течение месяца нужно все это сделать. Все, перерегистрация. Ну, а там хочешь ездить, но быстрее пойдешь, конечно же, сразу. Скажи, что нужно, как это перерегистрировать? Это нужно сделать техосмотр, да? Нужно сделать страховку и нужно номера получить, так? Нет, нет, нет. Нет, ты приходишь туда только с техосмотром. Техосмотр стоит 100 злотых. Ну, где как, на каком ворштате. Вот я, например, прошла сегодня за 100 злотых. Вот, потом платишь акции, сам, по-моему, 258 злотых. Но, ребята, до 1000 злотых может стоить при оформлении. То зависит от поемности щельника, от двигателя. Как старый, если новше авто, может костовать меньше. Так, и если еще зависит от года. Чем новее, да, тем дороже. Чем дороже, да. И от поемности щельника, ну, то есть от двигателя, да. Если большой объем, будешь дороже платить. Ну, и еще зависит от стоимости автомобиля, конечно. То есть нельзя так определенно сказать, сколько будет стоить. Так, так. То есть, например, если ты покупаешь машину за 2000 евро. Вот, допустим, как я, да. Она 200. И 5% от цены. 3-5% от цены. Ну, платишь 3-5% от цены от цены. А вот обеспечение, страховка. Раньше, можно так, ты покупаешь автомобиль, да. Тебе владелец его, ну, говорит, что у него обеспечение до такого-то числа. Ты потом перед этим идешь, делаешь, да. А сейчас новый закон, что нужно сразу и на себя переделывать обеспечение. Да. Да. Вот, страховку. А страховка вот для... Потому что я знаю, что для поляков дешевле, да. А для украинцев или как там как-то... Тоже, Лесечка, извини, я тебя перебила. Тоже это зависит от объема двигателя. Сегодня, например, мы пошли... Ну, и, конечно, и сколько лет ты водишь машину? Первый ли это у тебя самоход? Первый ли у тебя эта машина? Вот. Ну, у меня это первая была машина. И я вам скажу. Мне вышло обеспечение 1200 злотых в год. А поемность 1800 злотых в год. А я в 2400 злотых. Да. Видишь? 1000 злотых в день. А я уже на 95 лет. В общем, чем больше ты ездишь, да, чем больше времени и чем больше у тебя бандитинского опыта, тем дешевле тебе страховка. Потому что ты уже опытней, да. Видите, ребята, с нами поляк, который все нам докладнее мувене. Да. Вот нам подсказывает, что если, например, ты попал в аварию когда-то, да, какой-то, да, какую-то неприятность на автомобиле, то тебе будет дороже страховка. Да, да. Поэтому делайте выводы. Ездите, пожалуйста, без коллизий, без столкновений. Аккуратно. Аккуратненько, да. А здесь, ребята, улочки очень узкие, очень тяжело ездить. Кстати, да. Немножко другие, чем у нас здесь, например, вот есть на асфальте, зазначенные, например, Першенство в Польше, да, не так, как у нас. Поэтому будьте внимательны и широкой вам дороги. Да, кстати, если вы едете в Европу, то знайте, что здесь реально очень много узких дорог. Потому что мы с Сережей тоже, когда въехали, Сережа говорит, здесь дорога как пол нашей. Мы привыкли, что у нас так, один автомобиль там, другой там, посредине ямы там. А здесь нет вот улочка, и вы прям так притыкают друг к другу едете. Так что нужно набираться опыта и аккуратно ездить. Друзья, спасибо большое вам за просмотр. Напишите нам обязательно комментарий. Ездите ли вы уже на авто в Польше или хотите? Как вам вообще здесь вождение в Польше? Пишите все, что думаете. Будем читать ваши комментарии. И подпишитесь на канал Сергея Елеся, если вы почему-то до сих пор этого не сделали. А нам холодно, и мы идем к Яне домой, Грецию пить кофе. Вкусный, с темкой, да. Пока-пока. Всего доброго.